привет вас амигос снова вы снова я это второй шанс для мэд макса просто многие спрашивали почему я не решил не проходить эту игру создавали голосование кита вконтакте вот собственно решил еще одну серию писануть посмотреть не начнется ли правда чего-нибудь интересного хотя лично я ничего интересного так-то не ожидаю такая игра которую и просто проходить желание не возникло после первых первого часа игры да не то что писать летсплей там но есть да такие люди которые писали летсплей на shadow of mordor бля есть люди которые на что угодно могут летсплей написать которые не улавливают вообще в чем суть этого в чем суть видео летсплейного да какое оно должно быть что должно хоть кого-то хоть как-то развлекать они кроме кроме человека который его записывает да как правило они там пишут да они там разговаривают что-то в микрофон там наивно полагают что кто-то это будет смотреть вот но я нет давно прохал я знаю короче чего люди будут смотреть чего люди смотреть не будут вот мэдмакса смотреть не будут точно если он будет весь такой же как и первые полчаса игры то есть нету какого-то стремления нету какого-то интерес сюжетной интриги нету бесконечный путь в никуда с целью улучшать свою тачку до бесконечности то есть на любителя на любителя простоты и как сказать аскетизма что ли и тоже вот эти рукопашные бои опять же я понял да почти чем они были в бэтмене проще тем что бэтмен у бэтмена там комбо набивалась бэтмен то есть но никуда мне так наверх вниз бэтмен от врага к врагу мог прыгать через там не знаю на расстоянии метров 50 наверное на себя удар потом прыгать обратно к тому который убил до этого то есть здесь мадмаксе такого нету мадмакс не такой крутой как бэтмен но она и она и понятно она и хорошо ну и к лучшему чую я что здесь засада какая-то а я понял чего не хотят чтобы я сделал хаста лависта baby так опять лом как какие он барахлит детали на металлом заметили что там был диск автомобильный то есть которые весят на там килограммов ну наверное 10 точно вот а он вот так херак и в карман походу в задний убрал то есть по сути играя в мадмакса тут даже знаете даже говорить-то не о чем-то уж ничего такого не происходит вон в металл гири сколько всего вы нас мозга просто самого начала игры вот этот гробоносец ну понятно но властелине колец смысле в тенях мордора довелось встретить голума да здесь функцию голума будет выполнять видимо вот этот поцик а вот еще психопаты а значит нас ждет еще одна интересная боевка макс накапливать ярость оказывается да накопив достаточно ярости макс переходит в режим ярости в котором у него есть удары ярости действия режима ярости безумный макс удар ярости но я рад что ярость как бы доступна до что а вот она только разблокировалась а вот блять я я не сука не успел сказать про комбо как комбо появилась в этой игре ёптель на есть у меня дар предвидения ближайших пяти минут а ну то есть режим ярости активируется автоматом я думаю безумный макс мог бы сделать неплохую карьеру в боксе или боях без правил среди как он их вырубает правда какими-то матросскими ударами из такого на замаха который не отбить невозможно забрать трофеи один из толпы имел какие-то трофеи на борту самый богатый типок из них осушаем флягу процедура лечения занимает тут некоторое количество времени конкретно до хрена времени металлолома здесь походу никакого нету за каким членом уничтожать эмблемы члема я тоже не понимаю вот нахрена это надо мне кажется такие побочные заданица в играх как собери все эмблемки там убей всех зараженных голубей найди все знаки вопроса такая бородатая древность вообще которая не за интересно только на конченным задротом по моему да я просто видел не знал один раз человека который прошел бэтмена собрал все вопросы нашел в гта всех голубей вы не поверите но блин не знаю чуваку 30 лет он кроме как со своей рукой не жил ты ни с кем никогда вот воспользоваться чем залезть можно то есть в избранных богом местах макс может куда-то забраться то есть вместо того чтобы дать мэдмаксу просто старый добрый прыжок да как у томбрайдер здесь надо издалека приметить место куда он может запрыгнуть подойти нажать кнопку действия сомнительно сомнительно как по мне так уж лучше расширили бы возможности игровые тем что в круг прикрутили хоть как какие-нибудь лазилки в эту игру добавили бы этот чуть чуть ассасиновского паркура скажем так а ну это путь дорога обратно на хрена сейчас едешь и опять круг почета придется делать и еще он по ходу эмблема да или что-то дверь какая-то топливный склад да это нефтяной насос как там написано нефтяной насос а на топливном складе я вижу что стоит одна единственная канистричка что шрейдеры пацаны то не запасливая требуется взрыв ну понятно это эту канистру придется на взрыв пожертвовать мне кажется что канистра с бензином открытая подожжена горела бы как спиртовка на уроке химии то есть да она горит и горит не взрывается хотя может я что-то ну там пары там но она 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 короче либо сразу бы у него взорвалась до когда вон спичку туда поднес либо уже не взрывалась вовсе мне кажется прохождение 85 процентов я в две кучки лома где-то не нашел я думаю учитывая что я всех убил прохождение сто процентов и не любит так ну а теперь а теперь а брат близнец предыдущей канистры появился на том же месте но это по ходу всегда так будет как он сейчас подпрыгнул а есть прыжок фигасе как он мощно прыгает так понятно так он с канистры может лазить может смотрю какой молодец а здесь что ты будешь делать это просто невозможно мне кажется балансировать на канистре который едет по тросу но не знаю и бросил ее нахер молодец а этот поехавший ему только машину делать больше ему ничего не интересно оба это кто оба он и шедевр что он через машину умеет водить ну безумный макс залез за штурвал я перепутал кнопку залезть машину с кнопкой выстрела и и отлично короче я рот ебал это просто пиздец как блять деревянно сделано было не в моем исполнении в исполнении разработчика который блять решил вставить здесь охуеннейшую охуеннейшую заставку ради в которой безумный макс просто бросил блять канистру на землю и сел машину заебись блять логично блять охуенно вообще и чё меня еще бесит то что чтобы что-то подбирать надо блять каждый раз вылезать из этой ебучей машине но не проще было бы сказать слышь горбатенький ну-ка сходи-ка блять подбери ка вон ту говнецо то есть здесь есть вот этот пассажир который может заниматься сбором на какой хрен я должен постоянно вылезать отсюда ну и блять и управление такое еще никогда такого не видел чтобы стрелять блять на б для меня бы это обычно кнопка у ворота какого-то не знаю там тут блять это выстрел это пиздец все управление можно поменять нахуй на адекватно блять да тут даже джойстик не работает параметры геймпад назначение кнопок но я так понимаю короче что на геймпаде то кнопки не назначить либо в меню у меня джойстик перестает работа си даже нихуя не понимаю чё там щелкается куда-то блять кликается че к че все в 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 и в м я думаю что многие заметили до что этот персонаж несет хуйню какую стаить ideological вообще блять не интересно и высокая иная бессвязанная меня бесит когда в играх Dreamappers показывать какого они безумного персонажа поехавшего который начинает блять философствов followers и нести какую этот околесицу просто блять хуни его слушать клипнуть блять пизду пошел нахуй или не Ну реально, какой смысл слушать его, если я нихуя не понимаю? Блядь, вообще пиздец. Чтобы дольше... Интуиция. Улучшить эту способность, чтобы дольше применять оружие ближнего боя. Ебать, так вот что такое интуиция. Это когда у тебя бита, блядь, в руках не ломается. Заебись. Боеприпасы. Улучшить способность, чтобы получать больше боеприпасов при сборе трофеев. Да, в жопу. Улучшить эту способность, чтобы Макс дольше остался в режиме ярости. Выучка. Ой, блядь. Новое слово в русском языке. Выучка. Улучшение способности повысит урон при атаке оружием ближнего боя. У меня пока из оружия ближнего боя только добивающий ножик. Сэкономить топливо при вождении. Вот. Учитывая, что я взорвал. Взорвал нахрен канистру. Надо прокачивать экономию. Улучшить способность, чтобы получать больше лома в трофеях. Ну, наверное, наверное, надо. Улучшить, чтобы получать больше воды. Наверное, тоже надо. Всё. Используйте жетон, чтобы повысить уровень славы Макса на денис. Какой нахуй славы? Зачем я пищу восстанавливаю больше здоровья? Ну, я не знаю, какое там здоровье. Какая там пища? Я ещё в глаза никакую пищу не видел. Ну, подтвердить. А, я понял. То есть к этому неадекватному надо приезжать каждый раз, когда ты хочешь прокачаться, да? Как удобно. Макс предлагает, как бы, взять себя в позе раком, походу. Я не знаю, что он стоит. Что он там разглядывает. Такое ощущение, что он на свой член таращится. Отлично. Вернуться к шедевру. Ну да, Грифа помогает Максу развивать способность. Ну, я так и подумал. Нельзя просто взять и сделать возможность... Наводчики. Какие нахуй наводчики. Нельзя просто взять и дать возможность прокачивать персонажа в любом месте. Где машина? А, он не. А, если жестянчик далеко, вы можете... А, с какого хера он далеко? Чего он там делает? Пиу. Что-то мне подсказывает, что на этот сигнал должен приехать не только жестянчик, а еще пара ребят с ракетами. Я видел плохие ребята, да? Смешивая, спрашивая, хотели, чтобы убрать ее от нас. Я должен... ...другая ее спасение. Нет времени, что это не было. Мы должны быть виноваты. Мы должны быть виноваты. Мы должны быть виноваты. Мы должны быть виноваты. И куда мы едем? Мы должны быть виноваты, Сейнт. Мы должны быть виноваты, чтобы установить нитро. Меню гаража. Ага, то есть в гараж ехать необязательно. Установить на шедевр нитро. Понятно. Теперь, когда уровень угрозы снизился, жестянчик может использовать собранный лом для установки двух зарядов нитро, ёп твою мать. Отлично, устанавливай, что хочешь. Наплевать. Хотя нитро это не самая нужная вещь, по-моему, на мой взгляд. Я бы вообще прокачку у автомобиля сделал менее фантастическое и более реалистичное. Какие-нибудь защитные пластины ставить там, не знаю. Я знаю только место! Споттер! Мы должны осознать их, пока они называют их друзьями! Да, ну то есть убивать вот этих рейдеров с видом из кабины было бы практически невозможно, мне кажется. Миссия пройдена. Праведный труд. Офигенная миссия. Ну, очень интересно, можно ли собирать... Да, после каждого убийства машинки вываливаются детали. Ты выходишь, начинаешь их собирать. А, и меню улучшения Макса доступно в режиме паузы. Молодцы. А то я уж раньше времени развонялся на эту тему. Ой, да, в жопу. Даже не пойду искать. Откуда они взялись-то, ёптите? Да ёптите, я ж нажал. Прям такой слоу-моушен сейчас показали. Так, значит... Макс. А как переключиться? А, вот. Добро пожаловать в меню улучшений Макса. А, так это улучшения Макса, это не скиллы. Сколько тут всего улучшается? Вообще просто охереть. Для доступа к улучшениям и навыкам нужно повысить уровень славы. А для их приобретения... Опять лом. Ну, пиздец. Ну, куртку за лом приобрету. Ну, давай куртку. О, с одним рукавом. Стильно, модно, смело, молодёжно вообще. Выбрать, как выбрать? Защита кисти. Ну, давай перчатки какие-нибудь. Нету, нихера. Чё-то вообще ничего нету, честно говоря, здесь. Уши Макса можно увеличить? Улучшенная внешность, которая даёт, видимо... Блин, не знаю даже, чего она даёт. Но чё-то даёт. Ломик, смотри-ка. Ломик, фляжка. Не знаю, нахрен мне нужен ломик. Да подожди ты, ёптвы. Гвоздодёр. Вкусно, что Макс найдёт множество запертых ящиков. А-а-а. В этом разделе Макс приобретает новые эффективные навыки для рукопашного боя. Завершающий удар. Парирование атак с оружием. Во. Хорошо. Ну, да. Я так понимаю, что недостаток сюжета в этой игре восполнили возможностями прокачки, да? Ну, как это в Shadow of Mordor было, да? Там же тоже можно было орков друг на друга стравливать там. То есть, ну, это тоже всё прикольно было сделано. Но игре именно сюжета не хватило. Сюжет-то всё-таки поважнее будет, я думаю, чем всякие там возможности. Так, а всё-таки что это такое? Или взорвать надо, я не знаю. Ага, всё. Гарпуном отодвинули. И можно туда спуститься. Если смеешь пристроиться к этой чёртовой лесенке. Ну, и тут какая-то пещера. Ну, я так понимаю, что это и есть побочные миссии, видимо. Лом-единичка. Офигенно. А, да тут нет никого. Хорошо. Ещё единичка лома. А, а вот и гвоздодёр пригодился. То есть, я очень своевременно сюда прибыл. Беззвучно вылетела дверь. Что это такое удержу забрать реликвию прошлого? Дженсен, соседи сошли с ума. Как вода стала убывать, они вступили в какую-то секту. Кого-то убили. Я забираю собаку и ухожу к Марле. Телефон не работает. Я не могу с тобой связаться. Торопись, Амика. Да, и видел тупые записки в играх. Но такого... Ну, Ведьмак, видимо, просто задрал, задрал планку, да, побочных записок там. Трудно как бы... А почему значок не исчез? Трудно после осмысленных и хорошо записанных... Написанных записок из Ведьмака переключиться на тупые, ничего не значащие, не имеющие смысла записки из, например, Безумного Макса. Напоминает записки из Дэнглайда. Тоже из Дэдлайда. Дэдлайда, да. Дневник моего прошлого какой-нибудь там находишь. Вообще непонятно нахер его читать. А Нитро, наверное, бензин тратит, да, сумасшедшей скоростью, я так подозреваю. Так, там я был уже вроде как. А, Нитро не постоянно работает. Нитро делает рывочек. Рывок и капец. То есть, ну, это такая... Это элемент не быстрой езды, а элемент боя на автомобиле с врагами, то есть. Нитро, грубо говоря, наносит удар. Ага, приступить к миссии. То есть, поговорить с горбатым насчет следующей миссии, возможно, только в гараже. За рулем Мадмакс, видимо, ни с кем не разговаривает. Чтобы не отвлекаться от дороги. Святой? Это Макс, что ли, святой? Нежный ангел возгорания. Ну, сейчас идет разговор, понятный исключительно автолюбителям, да, там, цилиндры, кубики, блять, лошади, какие-то обороты. О, вот броня, это хорошая тема. Ну, это, конечно, мудрый ход, да, когда в игре присутствуют элементы визуальных улучшений, это всегда, всегда подкупает игроков, да, какая-то визуальная прокачка, еще какая-то прокачка. Где собака-то наша, собаку-то заберем? Или про собаку игра уже забыла благополучно? Навстречу безумию. Вот даже я не видел, на чем сейчас мы подлетели, короче, с этим горбатым чувачком. Он, кстати, рядом же сидит. Нет, он ушел на свое место. Что, надо догнать, походу, ребят, ептать. О, тут вообще вся гвардия приехала, короче. Мстить за нефтяную вышку. Ну, то есть, то, что я сказал в начале игры, то есть, что им мешает приехать, тут ехать пять минут. Там какой-то шар воздушный появился, на радарчике. А вот и вон, что это такое? Великая белизна, это, наверное... Наверное, какая-нибудь соляная долина, да? Места поживые. Вот, меня бесит, что места поживые не исчезают после того, как я их обобрал, блин. А, пункт воздушной разведки, понятно. Необитаемый пункт воздушной разведки, как мы видим. Тут никого нету. В одной из частей у Безумного Макса был, короче, кореш, который летал на самолёте на каком-то... ...реликвии из прошлого. План прежний. Вариант пять. Снегоход. Мы станем... Мы не станем подыхать с остальными теми, кто приблизится к нашему укрытию. Я лично оторву все конечности, Сара. Конор, ептать, надо было дописать. О! Надеюсь, что с этой канистрой у меня лучше получится. Где там моя... ...ламборгини, ептать, галларда, ептать. Да беги ж ты быстрее, давай в припрыжечку. О, ништяк. Союзные лагеря, добыли два слома. Какие нахрен ещё союзные лагеря? Что такое союзные лагеря? Я ещё ни одного лагеря, по-моему, вообще не видел. Подняться. Ту-ту! Ха, сука, как у этих у машинистов... ...гудок. ...воздушный шарик летает только вертикально. Интересно, откуда они... ...как они газ в баллон закачивают. Ну вот, и нахрен мне эта воздушная разведка, короче, чё тут делать? А, я знаю, для чего она нужна для того, чтобы показать её в каком-нибудь тизере предыгровом, да, там. Типа пять минут геймплея, там, безумного Макса, там, наверняка была какая-нибудь тема... ...не, я помню, что там показывали, что можно, типа, машину на металлолом, там, цеплять и увозить в какие-то части. Но странно, что они вот это не показали. Смотрится-то интересно, но на самом деле бессмысленно. Блин, и всё-таки от этой игры, конечно, спать охота, потому что ничего не происходит. Всё в ней прекрасно, кроме смысла и сюжета. А, ну, понятно, опять. Опять смешное побои сейчас. Новый враг, гонщик. Какой-то гонщик. Чё это? А, slow motion. Ну, стреляй куда-нибудь-то, ёптую мать. То есть можно колесо оторвать ему, что-нибудь, да? Не, ну, бои на автомобилях тут, конечно, наверное, сейчас, на этот день лучшие, наверное, в играх. Всё-таки тут, да. Этого-то не отнять, да, что-то там. Можно много найти минусов, макси, но бои тут, конечно, огонь. Какой он так быстро от меня съёпся-то? Я вот, смотрите, у меня даже шанса нет его догнать. И подбирать я не стал металлолом, ну, непонятно, короче. Да, в задницу ещё вылезать из машины, чтобы чё-то собрать, ещё бесит. А это чё такое на карте? А, понятно. Тотемчик. Ну, это тоже такой элемент, который, ну, как бы вообще... Непонятно, чё, есть человек, которому интересно тотемы, блин. Тотемы валить. А это что такое? У него вода есть? В общем-то, машина перестала поворачивать в определённый момент. Воды, воды. А, это они воды хотят, что? Извини, чувак, могу только с конца налить, короче. Воды ему, ёпта. Свою иди найди. Дорогу, нахуй. Странные такие люди ходят, короче, и просят у тебя дать им аптечки. Было написано, что это быстрое, быстрое что-то на икс. Так, проехать в крепость Джита, ну. А, а вот здесь водичка есть, смотри-ка, где-то. Судя по карте. Ммм, признак дружелюбия. Какую-то бабу повесили, наверное. А может и мужик. Так сразу и не поймёшь. О, нифига у него. Хорошо, что я прокачал себе блок оружия. Опа, добивание заточечкой. Начинается безумная ярость. Ох, нихера себе. Да, Макс ещё и борцуха, походу, неплохая. Неплохой. Надо было как-нибудь подхватить с земли по-быстрому вот эту дубину и испытать её в деле. Удерживать, забрать трофея, удерживать, выкинуть дубину. Где вода-то по карте? Где-то здесь нарисована. Может, внизу. Да, что-то я нихера не понял. Здесь вода очень странный предмет. На карте есть, на деле нет. Понятно. Ещё и сука, ещё и в двух руках не может носить. Ёп твою мать. То есть отнёс канистру, вернись, забери оружие, да? Так что ли? Я думаю, бензинчик-то с собой таскать. Да, какой... Ну, я понял, да? Вместительный багажник не входит в число плюсов этой машины, короче. Понятно. Но я не пойду просто обратно за дубиной, потому что мне лень. Я презираю лишнюю беготню, которой здесь, видимо, просто масса. Жопу эти места разграбления, короче, там нихрена нет на самом деле. Если там нарисована вода, то это разводка, короче. Вообще... Вообще всё разводка. Непрочный пугал, а удар-то тачкой выдержал. Защитник пугала, короче, прикатил, походу. Тачка у него на мою похожа, кстати. Ай, пошёл ты, наехал. А, всё-таки я успел его, что ли, схватить? Лихо я его из тачки высадил. ГТА такой и не снилось. О! О, он летает, смотри. А это что такое светится? Снайпер? Нихера себе. Да, на тачке тут, конечно, приколюха вообще гонять, всё это рушить. Это поинтереснее, чем в тенях Мордора на лошади скакать на этой убогой. Но карта, конечно, жесть однообразная. Она просто вообще вся одинаковая, ничего не меняется. Ну, пустыня она и в Африке, пустыня, да? Пустыня, пустыня, да? Хорошая шанс, ты будешь. Да, ну, а... Но нет француза, нет француза в этом французском мире. Чё, красавчик, я так смотрю. А learn to love a bolt the brain. Это я, Джамбакет. Мастер-венч-чокки. И... Скиллый blackfinger, и акулайка к ангелу-комбуссиону, который посетит тебя. Кто-то твой двигатель? Он имеет никакого знания о медицине? Я не знаю. Твоя боль должна прожить. В медицине, а он доктора ищет. Пожалуйста, пожалуйста, мы хотим уничтожить мертвых родителей. И все мои гаеры... Они были уничтожены. Мои инфидел-скаунжеры. И... Мы должны уничтожить эту машину. Если вы позволите нам работать здесь, его святыми руками и моими черными пальцами, блядь. Такая чушь. Поехали. 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 Живописненько тут. Крепость. По этой крепости, видимо, не раз бомбежкой прошлись. Дыра такая. Что это она делает? Она пьет из термоса и ее от этого корячит. Прямо, смотрите. Еще и пересадили ноги от негритянки, смотрите. Какие ступни черные. А, да тут все бухают, походу. Понятно. Вертеп алкашей, короче, а не крепость. Машина ему моя не нравится. У тебя, че, блядь, лучше есть, что ли? Не допилил башку. У него там стрелы торчат, как символ вождя, или он такой лучник охрененный? Ослабить влияние. То есть сейчас он мне даст занятие рушить тотемы ездить, да? Поговорить с жестянщиком о снайперской винтовке. Ну, ни хера себе. Снайперская винтовка, это, видимо, апгрейд для машины, а не для Макса. Ну, понятно. И единственное задание, которое здесь смогли придумать, это опять поиск деталей. Думаю, на этом, честно говоря, можно заканчивать, потому что я от этой игры подустал еще минут 10 назад, да? Ну, при ряде достоинств, да, всем понятных, всем известных, эта игра такая. То есть пришел сработать, что-нибудь выпил, что-нибудь дунул, сел, играешь в нее там, да, любуешься картинкой, мозг выключил, катаешься, вот, в свое удовольствие. Ну, блядь, ее летсплеить, ну, смысла вообще, по-моему, ноль. Она в этом плане, ну, неинтересная. Ну, ни хрена тут интересного не происходит, короче. Но, поскольку многие писали, многие хотели, многие просили, вот вам, короче, еще один видос. Так что, пишите, жмите, что думаете. А меня эта игра отлично убаюкала, я пойду вздремну, походу.